Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня у нас рубрика продуктового обзора. Мы с вами будем пробовать вот такую вот лапшу Хобо. Это такой, как я его называю, премиальный роллтон или премиальный доширак. Коробочка эта стоит от 130 рублей. 130 рублей сейчас я посмотрела, она продается на Азоне, но мы ее покупали примерно за 180 рублей в Перекрестке. Так что, я надеюсь, люксовый доширак у нас будет вкусный. Но перед тем, как посмотреть обзор, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Здесь отмечу, что видео это не рекламное. Коробочку мы покупали за свои деньги, и не факт, что она мне понравится. Я такое никогда не ела, поэтому отзыв будет максимально честным. Смотрите, коробочка удобная на первый взгляд, потому что прям в ней можно заварить суп. Технология точно такая же. Содержимое коробки заливается кипятком, настаивается. Сколько у нас настаивается? 5 минут. И потом это можно кушать. Привычный бизнес-славич такой в коробочке. Давайте откроем. Коробочка у нас в целлофане. Так, написано. Фобо суп с рисовой лапшой. Фобо 5 минут и готово. Производитель Сан Сой. Я часто покупаю их соусы. В принципе, я должен быть нормально. Популярный национальный суп вьетнамской кухни с рисовой лапшой и ароматными специями. Ну, тут все понятно. Фой – это, правда, суп вьетнамской кухни. Фобо делается традиционно с говядиной. Есть еще варианты с курицей и рыбой. Они называются по-другому. Там фога и фока, если я не ошибаюсь. Этот у нас должен быть с говядиной. Вот интересно, говядина там натуральная или соевая? Лапша приготовлена из рисовой муки. Ну, так и должно быть. Способ приготовления. Лапшу заливаем, перемешиваем. Даем настояться 3-5 минут и кушаем. Теперь посмотрим состав. Кстати, я прочитала, что в России якобы фобо готовит лучше, чем во Вьетнаме, потому что качество говядины у нас тоже выше, чем во Вьетнаме. Я не знаю, правда это или нет. Во Вьетнаме я не была. Вьетнамский оригинальный суп я не пробовала. Но у нас в ресторанах и кафе фобо, правда, готовят очень достойно. Интересно. Почитаем состав. Рисовая лапша. Рис, вода и соль. Прекрасно. Соусы на основе растительных масел. Но тут такой длинный состав, что, наверное, читать его нет смысла. Посмотрите здесь на фотографии. В принципе, тоже все неплохо. Регулятор кислотности, много специй. То есть соль, вода, дрожжевой экстракт и так далее. Дальше. Мука соевая, текстурированная. Вот это я не знаю зачем. И сушеные овощи. То есть говядины у нас в составе я не вижу. Говядины нет. Наверное, говядина у нас соевая. А может быть, ее вообще нет. Потому что здесь не написано, что фобо с говядиной. Здесь написано, что суп с рисовой лапшой. Но фобо у нас, в принципе, по умолчанию должен содержать говядину. Потому что если бы он был с курицей, он назывался бы уже не фого, а фога или фока, если бы был бы с рыбой. Поэтому это странно. Я нашла. Здесь написано ароматизатор говядина. Это все, что есть от говядины в этом супе. За 180 рублей, между прочим. В принципе, у нас в Ульяновске нормальный фобо можно поесть где-то, наверное, на сколько? За 300 рублей у нас можно поесть прям хороший, настоящий суп. Где будет бульон вариться долго, очень там, не меньше, наверное, 8 часов. С кусочками говядины. Пусть ее там будет не так много, но она будет настоящая. А коробочка стоит 180 рублей. Мне кажется, это слегка для нее дорого. Ну ладно, давайте откроем и посмотрим. Я пока открывала, конечно же, порвала. Я вообще не я, если я что-то не порву или не сломаю. У нас здесь пакетик, зелень, зеленый лук и кинза сушеные. Здесь тоже написано состав на пакетике и КБЖУ. Дальше соевое мясо. Ну вот оно как раз, это наша говядина прекрасная, якобы соевое мясо. И в самом соусе у нас ароматизатор говядины. Вот такая история. И еще, конечно же, лапша. Рисовая. Но к лапше у меня вопросов нет. Рисовая лапша, она везде лапша. Вот в таком вот пакетике. Давайте заварим. Мне очень интересно попробовать, что из этого всего получится. Кстати, здесь написано и нарисовано то, что суп можно заваривать в этой же коробке. Как бы мне кажется, что выглядит она достаточно, ну, неубедительно. Если у меня бы была тарелка, но у меня есть тарелка, но мы представим, что мы находимся в каких-то условиях, где у нас нет посуды, и суп можно заварить в этой коробке. Но если будет выбор заварить суп здесь или в тарелке, я, конечно, выберу тарелку. Потому что даже пластиковые контейнеры, в которых продают там доширак или ролл, там имеется, биг ланч, что у нас там еще есть, они выглядят, ну, повнушительней, на мой взгляд. Хотя, не знаю, нужно попробовать. Мы сейчас с вами смешиваем в этой коробке все вот эти вот наши пакетики, заливаем кипятком и перемешиваем. Что мне еще не понравилось, они здесь нарисовали палочки, здесь нарисовали палочки, еще где-то были палочки, тоже вот здесь на крышке нарисованы палочки. И, ну, конечно, я подумала, что, наверное, какие-то там одноразовые маленькие палочки в комплекте есть, но их нет. То есть, по сути, это коробочка, ориентированная на то, чтобы быстро перекусить, чтобы сделать себе суп там, где у тебя нет возможности нормально поесть, то есть у тебя нет тарелок и приборов. Но тогда вопрос, чем же есть этот суп, если завариваем мы его в коробке, а приборов никаких у нас нет. Даже в ролл, там, в биг ланч, насколько я помню, они кладут маленькую одноразовую вилку, могли бы сюда положить одноразовые палочки или даже, ладно, вилку могли бы положить, хотя бы ложку. Потому что, по сути, есть нам нечем. Мы представим, что мы там где-то на пикнике, ложки не взяли, все. Придется есть лапшу руками, а бульон выпивать из коробки. Какошата, прям какошата. Твоевое мясо, конечно, выглядит очень смешно. Если вы слышите, у меня звуки по чайникам. И основа к традиционному вьетнамскому супу фобо. Самое важное, мне кажется, здесь, кроме лапши, это сам бульон, соус, как правильно назвать. Она прям жидкая, очень жидкая. Пахнет достаточно аппетитно. Ну ничего, так нормально. Похоже даже на отдаленном, на настоящее фобо. Так, дальше нам нужно залить кипятком до уровня. Уровень здесь в коробочке отмечен. Перемешать, накрыть и дать настояться 3-5 минут. У нас закипел чайник, заливаем. Перемешиваем. Я это буду делать мелкой ложкой. Палочек у меня нет лишних. Эй, ну как смешно выглядит соевое мясо, конечно. Это вообще... Ну ты посмотри, как его за лицом вымес. Ну запах ничего, прям очень похож на настоящий фобо. Теперь надо понять, как это закрыть, потому что я не помню. Вроде вот так вот. Не умею закрывать такие коробочки. Ладно, мы сейчас это вот так вот ложкой накроем и нормально все полежим. О, все. Ждем 5 минут. Ну что? Пробуем наш лакшери... Лакшери обед. Лакшери доширак. Ну, пахнет нормально. Выгонять это, конечно, очень странно. Какие-то соевые какошата плавают. Ну, правда, соевое мясо выглядит прям очень смешно. Учитывая то, что в фобо мясо должно быть нарезано на какие-то тонкие пластины, в принципе, наверное, соевое мясо тоже можно было визуально сделать похожим на настоящую говядину. Оно выглядело бы получше. Но, ладно. Перемешиваем. Ну вот, что здесь точно вкусно, так это рисовая лапша. Потому что, как бы, ее испорчить очень сложно. Давайте сначала попробуем бульон. Ну, бульон неплохой. Он по вкусу напоминает привычный фобо, который можно в кафе поесть. Но, понятное дело, что этот бульон пустой, он не наваристый. Например, мы ели как-то фобо... Я не помню название, но это было что-то типа кафе в Казани. И вот там бульон для фобо варили сутки. То есть они приходили, повара работали ночью, и он был настолько наваристый, что ты как бы просто бульоном наедался. Это, конечно, вообще абсолютно не то. Это просто такая имитация. Водичка с вкусовыми всякими там штучками. Но на вкус нормально. Мне кажется, этим не наешься. Теперь пробуем лапшичку. Дядя, конечно, палочки нам не помешали бы. Ой. Делаем как спагетти на вилку, намотаем сейчас. Вот лапша. Прекрасно. Замечательная рисовая лапша с хорошим соусом. Вот ради лапши можно это купить. Короче, мой вердикт такой. Это нормально, но если вы любители фобо, если вы знаете его вкус, если вы его пробовали или вообще, например, часто едите, это вам не понравится совсем, потому что бульон здесь абсолютно никакой. Но это достаточно вкусно. Если вы хотите просто разнообразить там свое удачное меню, купить такую коробочку можно. Но опять-таки здесь нет приборов, и мне кажется, стоимость ее завышена. Но если вы, например, увидите ее по акции, не за 180 рублей, а за 130, то, в принципе, взять на разок можно. Рисовая лапша очень вкусная. Напишите в комментариях, какой продукт нам нужно купить на следующий обзор. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok